Так, а у нас следующее видео, дамы и господа. На этот раз у нас, кстати, без иронии серьезное историческое расследование. А точнее интервью с одним известным историком, который в советский период изучает. Видео называется «Иосиф Сталин, 1937 год. Документы». Это, кстати, действительно будет интересно, по всей видимости. Сталин состоял в переписке с Ежовым, этот факт ведь мы не будем отрицать. Государственная бумага на то и государственная, чтобы она никогда не пропала. Скинограммы пленумов, они опубликованы где-то? Не проходит документ, который предложил всесильный якобы Сталин через Политбюро. Отвергают его. Всем бодрого дня. Сегодня мы снова поговорим о проблемах интерпретации советской истории. Я с удовольствием представляю моего собеседника. Это доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории, Российской академии наук Юрий Николаевич Жуков. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Добрый день. Добрый день. Вы много раз рассказывали в разных интервью, написали в книгах и статьях о том, как начался большой террор. Вы сделали реконструкцию событий в книге «Иной Сталин. Политические реформы СССР в 1933-1937 годах». Концепция такова, что репрессии начали первые секретари на местах в ответ на инициативу Сталина провести всеобщие тайные альтернативные выборы. И это им угрожало. Они боялись потерять свои места. И вместе с наркомом Ежовым организовали то, что мы называем сегодня большой террор. Все верно? Вы правы. Да. Мне бы хотелось сейчас не пересказывать заново всю эту коллизию, когда ты начинаешь это обсуждать с критиками Сталина, с критиками советской эпохи. Они обычно говорят, а на основании чего Жуков все это придумал. И недоброжелатели этой концепции, они просто говорят, он нашел в газете «Правда» бюллетень о голосовании. Не было в газете «Правда», не было. Ну, условно. А вот этот бюллетень был напечатан в газете «Правда». Найти его не составляет труда. Он ничем не отличается от того бюллетеня, который был представлен в 1935 году. Только что разве там были в качестве образцов фамилии, а здесь их нет. Но здесь такая же надпись, что вычеркните, оставьте одного, вычеркните всех остальных. Все, ничего, собственно говоря, не произошло. Никто не отказывался от этой идеи. И как идея, она существовала до конца советской власти. Что можно выдвигать несколько кандидатов. Это было зафиксировано в бюллетене. Просто на практике этого не делали. И, вернее, если делали, то мы знаем как. Товарища Сталина и доярку Иванову. Значит, соответственно, товарищ Сталин снимал свою кандидатуру, доярка Иванова проходила. Вот. То есть, конечно же, вот этот бюллетень 1937 года, который, марта 1937 года, весны 1937 года, который ничем не отличается от окончательного бюллетеня, абсолютно ничего не доказывает. И вся эта, как говорится, столь тщательно сооруженная конструкция, в общем-то, падает. Вот мне бы хотелось просто разобрать, на основании каких конкретно документов складывается эта реконструкция. И на основании чего мы можем делать выводы, что не узкое руководство, не Сталин лично начали эти репрессии. Когда я написал «Тайны власти» в первом издании «Тайны Кремля», и там было чуть побольше, я понял, что, ну, не получается, непонятно, почему именно вот перед войной все так было. И как я в таких случаях обычно делаю, в архив и беру для начала все материалы Политбюро. Они существуют в двух вариантах. Первый вариант короткий, просто число, пункт и решение. Второй вариант, так называемая другая опись, инициативный документ. Кто-то пишет в Политбюро, что-то предлагает, это сохраняется, чаще всего рукописная эта бумага. Потом обсуждается на Политбюро и снова... Ну, у меня есть своя, как бы, концепция относительно причин, в общем-то, и следствий большого террора. И, наверное, может быть, я ее в конце ролика тогда озвучу, после того, как тут вся информация пройдет. Долгие годы тоже рукописно фиксировали решение. И вот, читая подряд все эти материалы, я подчас спотыкался. Но, повторяю, все строго по решениям Политбюро. Почему спотыкался? Что-то непонятно, что-то неясно. Как бы пропуск, хотя все подряд. И тогда я начинал смотреть стенограммы пленумов ЦК. У нас их не любят публиковать. Они подчас бывают очень огромные и содержат обычно такое, ну, что не по нраву тем, кому не нравится советская власть вообще. Сталин в докладе на 8-м чрезвычайном съезде Советов СССР 25 ноября 1936 года. Советская власть лишила избирательных прав нетрудовые и эксплуататорские элементы не навеки вечные, а временно, до известного периода. Не пришло ли время пересмотреть этот закон? Я думаю, что пришло время. Говорят, что это опасно, так как могут пролезть верховные органы, враждебные советской власти элементы. Кое-кто из бывших белогвардейцев, кулаков, попов и так далее. Но чего тут, собственно, бояться? Волков боятся в лес не ходить. Во-первых, не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны советской власти. Во-вторых, если народ кое-где и изберет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитационная работа поставлена плохо, а мы вполне заслужили такой позор. Кроме того, материалы секретариата. Да, но здесь вообще-то надо понимать, что такая либерализация, в кавычках, она позволяла как раз вычленить элементы враждебной советской власти из общей массы советских обывателей. Это примерно как логика Моудзедуна о том, что пусть расцветает 100 цветов, то есть разрешим критику и самокритику в партии, а потом будем смотреть за этой ситуацией сверху на самом деле и вычленять те элементы, которые заигрались, и которые действительно какую-то враждебную партию и генеральному курсу озвучивают критику, то есть какие-то альтернативные взгляды. Их точечно будем уничтожать. Потому что понятно, что классовый враг затаился, и надо что-то сделать, надо как-то вот этих людей учленять и вообще понимать, с кем мы имеем дело, насколько те или иные люди, которые могут в том числе занимать лидирующие позиции общества, в обществе избираться куда-то в местные органы самоуправления, насколько они лояльны или нелояльны советской власти. И понятно, что в обществе, пронизанном шпионом Аней, там, где спецслужбы, они просто уже на тот момент находящиеся под властью Сталина, они контролировали ситуацию, уже можно было как-то вот это все мониторить в ситуации, когда ты говоришь о том, что у вас у всех теперь есть избирательные права, вы все теперь можете голосовать себе, выбирать своих представителей, но при этом следить за тем, что происходит в обществе, да, какие процессы и кто в действительности те люди, которые вот начинают постепенно, значит, в эти коридоры власти проникать. И отсюда, как логичное следствие, да, то, что последовало за событиями 1936 года, это как раз большой террор. То есть это как раз очистка партии, очистка государственного аппарата, очистка армии и в дальнейшем итоге уже очистка также и органов государственной безопасности от, значит, врагов, так называемых врагов советской власти и людей, которые лично товарищу Сталину не лояльны. Вот и все. То есть в этом причина вот этого так называемого послабления, да. Оргбюро. И вот эта вся совокупность материалов, то есть все, что сохранилось от высшего партийного руководства и начало наводить меня на какие-то мысли. Конечно, мне очень хотелось посмотреть документы, которые отложились в результате работы отдела ЦК по административным органам. Отдел административных органов ЦК. Да. Что это такое? Это Генеральная прокуратура СССР, Верховный суд СССР и Наркомат внутренних дел. Этим отделом руководил небезызвестный Пятницкий. До этого он был работником Интерна, занимался тайной контрабандой и денег, и документов, и людей на Запад и обратно. А потом его посадили вот на эту работу. Но я твердо знал, что ни один арест, естественно, высшего должностного лица не мог быть проведен без разрешения этого отдела. Иными словами, при любом аресте документы направлялись к нему, скажем, НКВД или военные коллеги Верховного суда. И вроде бы он должны были в отделе изучать эту просьбу и только после этого давать санкцию на арест на суд. Как ни странно, в наших архивах этих документов нет. Точнее, в одном, где должно быть. Да, я только напоминаю, что Пятницкий был расстрелян в 1938 году. Так называемый Оргаспи, Российский государственный архив социально-политической истории, где все документы партийные собраны воедино. Начиная от дореволюционной поры и до 19-го съезда. С 19-го съезда документы уже в другом архиве Органи, государственный архив новейшей истории. Но его два года назад закрыли на ремонт. И никто уже никогда не может теперь увидеть документы, которые принимают. Да, когда откроют, выяснится, что документов нет. Или он сгорит, как собор этой богоматери. Высшее партийное руководство, начиная с первого пленума после 19-го съезда. То есть с ноября 52-го года. И поэтому любой сегодня человек может придумывать, сочинять что угодно, говоря, что так, мол, это и было. Хотя ничего увидеть и проверить, к сожалению, невозможно. Но вернемся ко второй половине 30-х годов. Разумеется, без документов отдела органов очень трудно для того, чтобы установить точно причастность каждого человека к конкретному аресту. Но в архиве говорят, исчезла. Исчезла. Нету этих документов. Поэтому только тут, только по одному вопросу. Когда и кого, почему арестовывали, мы можем быть неточными. Но опять же, неточность установить можно только тот, кто прочитает эти документы, если они когда-либо появятся. Но подозреваю, что во времена Хрущева и Серова, который выполнял его поручение по чистке архивов, чтобы изъять все документы, где показан Хрущев как кровавый палач, все это было уничтожено. Хотя все-таки я верю в слова Бисмарка, немецкого канцлера. Государственная бумага на то и государственная, чтобы она никогда не пропала. И действительно, я находил то, что даже не ожидал найти, совершенно неожиданно в неожиданных местах. К примеру, образец избирательного бюллетеня. Первый раз он не попал в документах, связанных с Молотовым. Молотов тогда, в 30-е годы, глава правительства. Для документов Молотова отдельный фонд. И вот там, среди прочего, неожиданно нахожу. И второй раз я этот же документ нахожу уже в ином месте, в материалах секретариата ЦК. Его никто никогда не опубликовал, этот образец. Это не новые деньги. В декабре, 15 декабря, опубликовали в газетах 1947 года новые наши купюры. Рубль 3 и так далее до 100. Это, естественно, никто не опубликовал. Но этот бюллетень не то чтобы повернул мои мысли, он просто фактически подтвердил то, что говорилось на тех пленумах, где обсуждали проблему выборов. А говорили там весьма интересные вещи. Потому что у нас никто никогда из тогдашних руководителей не занимался такими частными, узкими, в общем-то, канцелярскими делами. Организация альтернативных выборов. И поэтому, когда на пленуме обсуждают вопрос выборов, и все уже знают, что выборы альтернативные, возникает вопрос, а как быть, если два кандидата получат одинаковое количество голосов. Ворошилов, луганский слесарь, говорит, ну что, урубить шашкой. Вот он шутил на дополнение. Ну, естественно, шутил, но что-то он должен сказать, но что он не знал. А Сталин говорил, что, вот тогда он сказал, что нужно правильно все подсчитывать, честно. И дальше произнес крамольную для наших лжедемократов фразу. К счастью или к несчастью у нас только одна партия. То есть Сталин в этот момент уже понимал, что главным тормозом на пути и демократизации, и вообще развития страны стоит однопартийная система. Нет, на самом деле такой вывод никоим образом не следует из сталинских слов. Это очень странная интерпретация, что Сталин на самом деле хотел многопартийности какой-то, демократии. Это просто констатация факта. К счастью или не к счастью, но у нас одна партия. Поэтому, поскольку у нас одна партия, вот значит, как бы с ней придется иметь дело. Очень странные выводы он делает из того, что там было и какие слова звучали. Мне кажется, это все-таки попытка выдать желаемое за действительное. Вот смотрите, какой товарищ Сталин был демократ, какой он был хороший. Ему в голову не приходило немедленно создавать вторую партию. Отнюсь. Он понимал, что для начала нужно ту существующую ВКПБ резко ограничить в ее всевластии. Опять же, я не придумываю, но пусть те, кто мне не верит, откроют материалы последней партийной конференции, которая прошла перед войной в феврале 41-го года. Там выступал по партийным политическим вопросам Маленков. Я уже знаю, это подтверждается всеми документами, что подобные доклады обязательно проходили через членов Политбюро. Они писали свои замечания, поправки, и Политбюро утверждало этот доклад. Значит, читал, согласен с ним был и Сталин. И что говорит Маленков? Он говорит, нам не нужны члены партии даже с дореволюционным стажем. Нам нужны пусть и беспартийные, но дипломированные, имеющие хорошую практику, ученые, врачи, педагоги. Ну, опять-таки, это смотря для чего. То есть для нужд разных областей, где нужно науку, промышленность поднимать. Естественно, нужны не столько партийные горлопаны какие-то, сколько нужны просто профессионалы своего дела, вне зависимости от того, какие у людей политические взгляды, политическая ориентация. Но вопрос, а власть-то на ком будет держаться? Потому что если вы на руководящей должности будете назначать людей, допустим, пусть и профессионалов, но идеологически невыдержанных, то есть людей, которые могут не исповедовать вашу веру в коммунизм и все прочее, то просто ваша власть падет таким образом. Или какие-нибудь карьеристы, которые будут притворяться коммунистами, для того, чтобы наверх пролезть повыше. Но на самом деле они вот эту веру в коммунистическое будущее не будут разделять. Тогда ваша власть падет, что, собственно, и произошло в какой-то момент, но уже много лет спустя, после смерти Сталина. Поэтому, конечно, да, и, собственно, Бажанов, да, он тоже указывает на это в своей книге, что когда там на заседаниях политбюро еще в, значит, 20-х годах, у них, или там в первой половине 30-х, когда это все, все решались кадровые вопросы, то они подшучивали над тем, что вот как бы какие-то коммунисты, да, партийные деятели, это вот значит, ну, идиот, да, то есть просто человек двигается по партийной карьере, потому что он по партийной линии, потому что он ничего больше не умеет, он умеет только там на митингах красиво рассказывать там про коммунизм, про Ленина. А есть профессионалы своего дела, да, люди там с дореволюционным образованием, но которые коммунистами не являются. Вот, то есть понятно, да, что профессионалы своего дела, они нам в некоторых областях, они намного нужнее, чем партийные горлопаны, но без людей, которые преданы были бы советской власти идеям коммунизма, эта власть существовать не сможет, потому что помимо профессионалов нужны люди лояльные, лояльные в новой власти. Потому что профессионал своего дела, но не лояльный власти, он будет всячески работать на то, чтобы, как бы, эта власть поменялась на другую. И это очевидно достаточно. Специалисты уже тогда на партийной конференции, которая являлась, ну, малым съездом партии, было сказано. Ну, не нужна такая. Дальше, следующий шаг, но не получилось. Ну, согласитесь, война не до таких политических реформ. Война кончается январь 44-го года. Слишком много научной информации, я думаю, надо это переварить. Продолжение следует...